Секрет Трампа. Новоамериканский президент впервые выступил с обращением к Конгрессу. И в это сложно поверить, но он вызвал практически всеобщее обдобрение. Что же сказал президент США? Дмитрий Анопченко слушал выступление Трампа в Вашингтоне. Он намеренно опоздал на пять минут и вошел в зал Конгресса под громкие аплодисменты. По дороге к трибуне пожимал руки сторонникам. По традиции и конгрессмены в зале, и приглашенные на балконе для гостей встали. Даже демократы, не решившись на демарш. Эту речь порядка 20 раз прерывали овациями, когда за исключением нескольких человек вставал весь зал. Причем аплодировали и, скажем, Тим Кейн, который в ходе этой избирательной гонки был напарником Хиллари, и тот же Берни Сандерс, который чуть не стал кандидатом в президенты. Что же такого говорил Дональд Трамп, что его настолько тепло принял Конгресс? Он сфокусировался исключительно на внутренних проблемах Америки. Заявил, что начинает так называемую национальную перестройку. И как когда-то страна построила тысячи миль автомагистралей, сейчас перестроит всю национальную инфраструктуру. Я попрошу Конгресс утвердить закон, который привлечет 1 триллион долларов инвестиций в инфраструктуру Соединенных Штатов, как частные, так и государственные деньги, и создаст миллионы новых рабочих мест. Трамп пообещал историческую налоговую реформу. Зал в очередной раз встал, когда он заявил, что просит Конгресс отменить Обамакэр, систему здравоохранения, которой так гордился его предшественник. Несколько раз призывал к единству. Чувствовалось, что он хочет заручиться поддержкой не только однопартийцев, республиканцев, но и противников, демократов. Мы сконцентрируемся на следующих целях. Улучшить ситуацию с рабочими местами для американцев, усилить нашу нацбезопасность, восстановить уважение к закону. Если целью станет благоденство американцев, я верю, что и республиканцы, и демократы смогут работать вместе. Пожалуй, впервые Трамп не критиковал, был настроен оптимистично и призывал к единству и политиков, и страну. Речь длилась уже час, а Дональд Трамп все говорил и говорил о внутренних проблемах, о внутренней политике, о миграции, о торговле, о борьбе с терроризмом, о лидерстве Америки, но и о том, что другие страны имеют право на собственный путь, и Вашингтон не будет вмешиваться. Еще он сказал фразу, которая, как мне кажется, очень четко характеризует его видение этих четырех, а может быть и восьми лет президентства. Мол, моя работа не представлять весь мир, моя работа представлять Америку. И лишь в самом конце, когда все аплодисменты и овации были уже собраны, он заговорил о политике внешней. НАТО назвал ключевым партнером, хотя тут же напомнил странам Альянса об их финансовых обязательствах. При этом не сказал ни слова о Сирии, не упомянул ни Ирак, ни Афганистан, где находятся американские солдаты, не вспомнил ни Украину, ни Россию. Он всячески пытался дать понять, что сосредоточится на решении проблем американцев. В итоге, когда выступление закончилось, даже СНН, которая жестко, постоянно, принципиально критикует Трампа, сказала, что это было его лучшее выступление в качестве президента. Мол, они увидели двух разных Трампов, двух разных политиков. И очень большой вопрос, сохранится ли теперь то единство, которое вся страна, благодаря прямой трансляции, увидела в зале? Сохранится ли оно в ближайшие дни и ближайшие месяцы? Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.